Добрый день, у микрофона Ольга Болезина. В ближайшие полчаса мы будем говорить о здоровье, но не о коронавирусе. Не будем забывать, что на то, как мы себя чувствуем, влияет не только вирус. Речь пойдет о питании, в частности, о таком продукте, как рапсовое масло, по мнению многих, недооцененном. Представлю наших гостей сегодня. Это директор Лебяжского завода растительных масел Никита Молоткин. Здравствуйте. Добрый день. И специалист по питанию Наталья Сычева. Здравствуйте. Ну и начнем с того, что рапсовое масло очень непривычный продукт для нас, несмотря на то, что в разных странах уже им активно пользуются хозяйки. В нашем понимании это какой-то технический продукт. Я вот прошла по ряду магазинов, не нашла на полках, хотя уже выпускается, в частности, в Кировской области. Никита, почему так происходит? Ну, это связано с тем, что в России, наверное, нет культуры потребления рапсового масла. В целом, в мире его активно употребляют, знают, выращивают культуру рапса, производят рапсовое масло. В целом, объемы, если брать в масштабах всего мира, рапсовое масло превосходит по производству подсолнечное даже масло. Так сложилось, что у нас традиционно подсолнечное, и само понятие растительное масло и ассоциируется с подсолнечным. В целом, в Европе, в Китае, в Австралии, в Канаде, в США рапсовое масло знают, любят, едят. Я встречал их там на полках магазинов, причем в большом количестве, в большом ассортименте. А у нас нет культуры, и это связано с тем, что многие не знают просто о такой культуре, как рапсовое масло, о такой культуре рапс. Многие считают его техническим. Это связано с тем, что, ну, лет, наверное, 40 назад рапс был технической культурой и содержал руковую кислоту. Это что-то вредное? Это кислота, которая, ну, не очень, она хорошая для здоровья, для, наверное, внутренних органов, сердца, может, что-то, не знаю. Да, действительно, руковая кислота, она отрицательно действует на тромбоциты, то есть вызывает их количество, снижается, то есть действует на свёртываемую систему и плюсом на сердечно-сосудистую. Ну, и сейчас уже решена проблема с руковой кислотой? Да, потом велась селекционная работа, она велась в основном в Канаде, велась у нас тоже, и, наверное, последние лет 20 уже рапса с высоким содержанием и руковой кислоты и, в принципе, нет. Вот я за всю свою работу не встретил ни одной партии рапса с превышением и руковой кислоты. Сейчас ГОСТами установлено до 2% содержания, а у нас по результатам анализов постоянных, ну, это где-то там 0,05%, 0,03%, ну, то есть это следы. Это даже нельзя сказать, что какое-то там существенное содержание. Поэтому в этом моменте масло... Ну, вот на форумах я читаю, там девушки пытаются обсуждать, кто использует рапсовое масло для питания, и там вот все почему-то про эту руковую кислоту вспоминают. Видимо, там, я не знаю, мы до сих пор какими-то устаревшими стереотипами пользуемся. Ну, вообще в русском сегменте интернета вообще очень мало информации о рапсовом масле. Ну, и да, информация берется там из какой-то, не знаю, может быть, очень старой энциклопедии, где написано, что она есть, ну, и как бы все это берут за основу. На самом деле давно это не так. А что на самом деле вот сейчас рапсовое масло, если мы говорим о питании? На самом деле рапсовое масло – это ценный, полезный диетический продукт. По своим свойствам он ничем не хуже всем известного оливкового масла. То есть мы его даже с растительным не сравниваем, да? Ну, с подсолнечным, да, тоже. Да, оно гораздо полезнее подсолнечного. По ряду показателей превосходит тоже оливковое, например. Например, насыщенных жирных кислот, которые считаются, ну, нежелательными, в два раза меньше содержания, чем в оливковом, например. Плюс содержание омега-кислот в идеальном соотношении, в идеальной пропорции для человека. Ну, и в нужном количестве. Давайте на зале спросим про вот эти вот кислоты, насколько они важны для организма. И там вот если сравнивать с другими какими-то маслами, вы бы куда рапс поставили? Вообще, если говорить вообще о всех растительных маслах, я своим пациентам вообще сейчас не рекомендую подсолнечное масло использовать, потому что там очень много омеги-6. Если посмотреть рацион современного человека, то мы, если мы используем не фермерские продукты, которые, например, выращены, ну, то есть источники этих фермерских продуктов не выращены и не пасутся там, например, в свободном доступе, то содержание в мясе и рыбе омеги-6 очень много сейчас стало. Если раньше там была омега-3, потому что они питались именно травой, то омеги-6 сейчас очень много, омеги-3 мало. И, соответственно, чтобы у нас было состояние здоровья и не было вот этого состояния воспалительных процессов, должна омега-3 преобладать. И соотношение омеги-3 к омеге-6 должно быть 1 к 5 в идеале, 1 к 7. А сейчас у нас такая ситуация, что омеги-6 очень много. Если рассматривать все растительные масла, то в подсолнечном масле там практически омеги-6 очень много, ну, практически там 80%. То есть у нас и так перебор. Еще плюсом, если мы будем использовать источник растительных масел, вот именно подсолнечное, мы еще больше себя зальем этими кислотами омеги-6. А если говорить о растительных маслах, действительно, в рапсовом масле там больше омеги-3 жирных кислот. И если говорить для обмена веществ, для кожи, для волос, это огромный плюс. Там еще есть витамин Е. Единственное, скажу, что с позиции врача, все-таки мы все индивидуальные. И если говорить, что, например, ну, рапсовое масло – это вот единственный такой источник омеги-3, это, ну, не так, да, то есть мы не должны забывать еще и о рыбьем жире комбинировать. И еще у нас свойственно людям, ну, любой продукт вообще обожеслять, например, если это действительно полезно. Да, это полезно, с этим никто не спорит. Но главное, чтобы это не было, ну, там, 100% рациона именно жирового составляло одно масло. То есть мы не забываем о других источниках жира обязательно. Никита, предприятие в Лебяжье запустили, по-моему, в 2014 году, и изначально в пищевых целях масло не производили. Вот как решили прийти к этому? Ну, не совсем так. Так, мы всегда производили масло одного качества, хорошего пищевого качества. У нас оборудование установлено европейское. Специалисты из Европы нам его монтировали, собирали, обучали, запускали. Вот у нас интересная система фильтрации стоит. И в целом у нас масло всегда было качество высокого. То есть нет такого деления там техническое, пищевое, как бы, ну, не знаю, как это разделить. Есть просто цели использования. То есть мы можем... То есть это универсальный некий продукт? ...своё хорошее масло взять и использовать на какие-то другие цели, не на пищевые. Это возможно. Ну, то есть покупатель берёт, и, ну, это там его дело, на что он его использует. Продукт, да, универсальный. В целом были у нас покупатели, производители комбикормов. Огромное количество рапсового масла используется для производства корма для рыб. Последние годы у нас как-то выстроилась так работа, что в целом оно всё идёт на пищевые цели. То есть это большие комбинаты масла жировые. Они производят, там, не знаю, майонез, маргарин, масла для, ну, для пищевых целей. А география какая вот этих потребителей? География очень обширная. То, что вот я сейчас говорил, там, майонез, маргарин, какие-то масла там для пищи, это у нас в России. И сейчас, в данный момент, мы отправляем в Китай своё масло. Там оно идёт полностью, разливается по бутылкам и поступает в продажи в магазин. То есть полностью пищевое направление. То есть получается, что рапсовое масло мы всё равно уже употребляем, только не в чистом виде, да, в добавленном? Ну, оно используется в соусах, там, в печенье, вот о чём мы говорили, ну, во многих продуктах. А можно ли считать вот продукты, приготовленные с использованием рапсового масла, вместо какого-то другого, менее вредными, например? Ну, смотрите, смотря какое вообще блюдо перед нами. Если, например, говорить о том, что мы берём нерафинированное масло холодного отжима в салат, это да, это для нас будет плюс. Если это всё-таки, там, например, печенье, конфеты и так далее, то мы понимаем, что масло, оно прошло какое-то, значит, изменение, да, оно стало твёрдым в этом продукте, и это уже изменённый жир. То есть здесь говорить о том, что это польза для здоровья, я бы не стала. Печенье всегда остаётся печеньем. Печенье, да. А если это в салат, там, например, или в какое-то другое блюдо овощное, или мы, там, поливаем маслом, ну, любое блюдо, то это плюс для нас. То есть любой продукт можно изменить. Одно дело, например, даже, к примеру, с сахаром, да, если тростниковый сахар и свекла сама по себе, это вот цельный продукт, он может быть полезен. А если это уже какая-то эссенция, то это уже совершенно другой вопрос. Никита, Ваше предприятие недавно запустило запуск уже в меньших масштабах, да, чем, там, железнодорожные цистерны или какие-то крупные, там, ёмкости для фасовки. То есть, в принципе, в скором времени, наверное, кировские хозяйки смогут купить бутылочку, попробовать. Да, вот как раз о чём мы сейчас говорили, в плане заправки салатов, в плане вот употребления в таком виде, в пищу, сейчас мы на финальной стадии, можно сказать, уже начинаем переговоры с магазинами, с сетями, о поставках нашего масла, которое будет расфасовано для потребителей в маленькой таре, о поставках в магазины, на полке, и уже наши жители смогут приобретать, пробовать. Ну, вот тара здесь тоже очень важна, потому что там масла, как я понимаю, портятся, там, на свету, что-то ещё, да? Как вот выбирать? Пластик не лучшим образом влияет, взаимодействуя там с маслом, которое всё-таки является такой средой, не совсем нейтральной. Да, у нас тара стекло, стекло тёмное, вот, стеклянные бутылочки. Да, весь вред именно состоит в том, что если масло, оно действительно в пластике, первое, оно быстро окисляется, второе, в пластик у нас сейчас содержит очень много псевдоэстрогенов, это такие вещества, которые подобны нашим астрогенам, половым гормонам, и они в масло проникают, соответственно, это отрицательное действие дальше на организм. Если оно в стекле, если оно тёмного цвета, это огромный плюс. Ну, защита от ультрафиолета. Никита, а Вы сами каким образом используете свои масла? Может, у Вас есть какие-то там интересные рецепты для тех, кто ещё не пытался отказаться от подсолнечного или оливкового? Ну, прям специальных рецептов нет, которые прямо должны использовать на рамсах. Ну, в салате использую я. А что это на вкус? Как это? Специфические какие-то нотки есть? На что похоже? Оно, знаете, как это сказать, вот оно нежирное. Вроде как бы это жирно, оно такое нежирное, оно очень лёгкое. Видимо, за счёт очень низкого содержания вот этих насыщенных кислот, может быть. Плюс вкус такой, ну, с лёгкой горчинкой, с ореховыми такими нотками. Пикантное что-то? Ну, нет, не то, что как вот перец, вот не явно так выражено, но его надо пробовать и просто это, ну, вкус рапсового масла. Вот есть подсолнечная селивка, есть рапсовая. Наталья, а вы пробовали что-нибудь с рапсовым, какие-нибудь эксперименты делать? Нет, я пока не пробовала. Мне интересно попробовать вкус сам по себе. Но я ещё скажу сейчас про насыщенные жиры. Всё-таки сейчас изменилась ситуация, да, и насыщенные жиры, они должны быть в рационе. Раньше их боялись, сейчас ситуация изменилась. Раньше боялись из-за холестерина, что они повышают холестерин и нарушают обмен и так далее. Опять же, тут нужно понимать, что есть какая-то определённая норма насыщенных жиров, они должны поступать. В 2008 году был пересмотр, и как раз раньше их вообще минимизировали, да, боялись риска инфаркта, инсульта и так далее. Сейчас меньше, то есть, но мы их всё равно в любом случае используем. Ну и, конечно, полиненасыщенные жирные кислоты тоже должны быть. То есть, всё должно быть рационально в рационе. Ну да, гармонично. Не надо что-то полностью исключать, конечно. Ну, вообще, вот как мы уже даже на истории рапсового масла посмотрели, вкусовые предпочтения меняются, и какие-то установки, которыми мы руководствуемся, да, в приготовлении пищи. Я не знаю, там раньше все уважали салат оливье, а теперь он какой-то стал, не знаю, только новогоднее лакомство, вредное потом, после которого долго приводишь себя в порядок. А насколько вы оцениваете сейчас перспективы продвижения рапсового масла на наши столы? На самом деле, вот, смотря европейских, допустим, производителей рапсового масла, европейские какие-то ресурсы, где разговаривают в целом, там, о питании. Рапсовое масло представлено широко, огромное количество рецептов, там, фудблогеры что-то готовят, там, салаты, что-то жарят рыбу. В Китае, по-моему, есть рецепт утка по-сычуански, которая именно на рапсовом масле должна делаться. Широко развита, и все употребляют, и на основе рапсового масла много салатных именно заправок. Поэтому, я думаю, что эта культура, ну, будет развиваться и у нас. И мы будем стараться знакомить с рапсовым маслом большее количество людей. А вот то, что немногое, что мне попалось в Рунете, ну, в принципе, про многие масла так говорят, что хорошо сочетается, там, с лимонной кислотой, с какими-то уксусами интересными. Вот хочется спросить диетолога, насколько полезное сочетание жир, масло и вот какие-то кислоты, там, не вредят они друг другу или нам? Сочетание действительно имеет место быть. Почему? Потому что, вот, например, если смотреть в растение, само по себе вот этот жир находится, пока еще не выделили из него масло, и там, когда начинают свисти, все равно идет контакт с кислородом, и чтобы защитить вот это масло внутри, само растение вырабатывает антиоксиданты. И когда уже масло готовится, ну, на каких-то производствах, там все равно меньше вот этих ценных веществ попадает. И когда мы, например, добавляем тот же витамин С из лимона, к примеру, да, это плюсом антиоксидант. Понятно, что он хранится достаточно недолго, но сам по себе витамин С, он быстро разрушается, но это в любом случае плюс, то есть как антиоксидант еще дополнительно. То есть мы тут уже начинаем какие-то рецепты предлагать. А сырье для рапсового масла, которое вы производите, это оно местное, полностью, там не полностью? То есть это будет наше родное, можно сказать? Ну да, это будет наше родное масло местного производства. Это минимальный путь, условно говоря, от поля до прилавка. Это, ну, можно сказать, что полный контроль всей цепочки от возделывания до конечного продукта. Сырье у нас это Кировская область, ну и соседние регионы. То есть можно сказать, что местное. Да, это Удмуртия, Татарстан, Мариел, ну, все наши соседние регионы, все рядом. Есть мнение, что наиболее полезные человеку продукты, которые выращены в тех широтах, где он там родился, я не знаю, это какой-то миф или это действительно там подтверждается какими-то исследованиями? Исследований широких нет, но в то же время, да, местные продукты, то есть генетика приспосабливается к тому, что у нас есть. Опять же, есть еще противоположная теория, что наши предки были кочевниками, и они в любом случае все продукты попробовали. То есть если наше масло, например, которое в нашей области переедет в Китай и так далее, то в принципе у них тоже генетика, все равно есть гены, которые будут способствовать тому, что это усвоится. Ну, здесь плюс как минимум хотя бы в том, что это не будут какие-то там тысячи и тысячи километров, которые продукт преодолевают, чтобы оказаться у нас на столе. Это вот все это здесь, все это рядом, это вся цепочка от производства, ну, несколько дней. Поэтому тут все равно это несомненный плюс. Вот несмотря на то, что пока что не получила широкого распространения рапсового масла в России, нашла я в продаже для пищевых целей бутылкам фасованная. И вот, судя по всему, это сопоставимо по цене с бутылкой подсолнечного масла, несмотря на то, что мы пришли к выводу, что это более полезная вещь. Да, я тоже встречал какие-то единичные случаи, пытаются рапсовое масло проникнуть на наш рынок. Но пока его как такового не сформировано, и там, ну, цену назначает сам производитель, не могу тут прокомментировать. Ну, порядок все равно не как там, я не знаю, какие-нибудь что-то бывают. Ну, оно должно быть подороже подсолнечного. Ну, тыквенные – это, наверное, такие уже экзотические масла, можно назвать. Наш продукт, я бы не назвал экзотическим, это все-таки массовое производство, ну, и массовое потребление должно быть. Если изначально его там для сельскохозяйственных каких-то нужд начинали производить, получается, что можно там позавидовать нашему сельскому хозяйству, благодаря тому, что они пользуются таким продуктом? Ну, для сельскохозяйственных нужд – не знаю. Продукт второй, который образовывается при производстве масла, жмых рапсовый, вот это, да, продукт для сельского хозяйства, это очень прекрасный корм для коров, для молочных коров, которые дают молоко. У них и прирост там живой массы, и надои повышаются существенно, там, и качество молока, это да. А само масло, ну, как таково в сельском хозяйстве. Ну, вообще, конечно, терминология такая вот, ну, я абсолютно городской человек, когда я слышу там жмых, рапс, это действительно уводит в какую-то там сторону, ну, вот, сельскохозяйственную, там, производственную. Есть ли попытки в мире, может быть, использовать какую-то другую терминологию, например, вот это вот канола, да, какой-то сорт рапса выведенный специально там для того, чтобы наименьшее количество этой рукавой кислоты было там? Нет, канола – это такой же рапс, это Canadian oil. Новые безруковые сорта, которые были выведены в Канаде, ну, а потом и во всём мире это стало выводиться. Ну, канола – это Canadian oil. А за рубежом его под каким названием рапсовое масло продают? Так и продают рапсовое масло. Вы проводите, может быть, какие-то исследования, там, не знаю, для того, чтобы популяризировать рапсовое масло? На самом деле, первоначальная задача у нас стояла обеспечить работу завода, работу предприятия. Мы выполнили, сейчас повернулись в сторону потребительского рынка, вот, фасовки. Какие-то там научные, медицинские изучения рапсового масла у нас пока заключаются в изучении уже, в поиске изучений уже проведенных исследований. Самостоятельно мы планируем это делать, может, даже в этом году. Ну, вот сначала надо определиться там с темой, с направлением, которая наиболее будет интересно, востребована. Ну, и будем этим заниматься, конечно, чтобы самим знать свой продукт лучше. А вы какие-то открытия для себя лично совершили, вот, исследуя научный какой-то опыт уже? Я был удивлён функциональностью рапсового масла, огромным спектром его использования, пользой там для волос, там для чего только оно не используется. Ну, это, да, было как бы открытие, что настолько широко используемый продукт. Много ли, кстати, Наталья, девушка-девушка у вас спрошу, таких продуктов, ну, в частности, там, масляных, которые можно и внутрь, и там на волосы, и маски? Девушки же любят все эти такие пробовать и находить какие-то для себя удобные вещи. Ну, это как раз вот сейчас очень широко применяется кокосовое масло, ну, это немножко другой состав жировой и внутрь, и наружу, но, опять же, всё в меру, потому что там насыщенные жиры, и многие у нас, например, услышали о пользе того или иного продукта и начинают просто фанатично его использовать, не разобравшись вообще совершенно в составе. Оливковое тоже можно использовать и внутрь, и наружу. Тоже тут хочу сказать, что любителям, например, выпить масло натощак это очень не рекомендуется делать, потому что сейчас у нас в интернете очень часто такие советы пить масло натощак. Это очень сильная нагрузка на желудочно-кишечный инстракт с утра, он просто не готов к такому количеству жира, поэтому использовать лучше с едой, если мы об этом говорим. Две ложки в день я читал. В каком-то исследовании рапсовое масло нужно две ложки в день употреблять. У себя дома так делаете? Ну, нет. Я нет. Ну, тоже иногда хочется и разнообразия, да, какого-то... Ну, конечно, мы же не призываем к тотальному использованию рапсового масла везде и во всём. Но, с другой стороны, конечно, для нас это самое лучшее масло. Ну, хороший повод всё-таки, да, задуматься о том, чтобы поменять как-то свои вкусовые привычки, пересмотреть своё отношение к маслам и к жирам, руководствоваться какими-то современными уже, скажем так, да, исследованиями, а не теми вот старыми, когда у нас было что-то. У нас, да, такая была жирофобия. Пошли не по тому пути. Сначала объявили войну, например, насыщенным жирам, животным жирам. Перешли полностью на, к примеру, подсолнечное с 80-х годов, и оно очень широко начало использоваться. Но, опять же, не учли то, что у нас и поменялся в целом рацион. Как я уже говорила, что омеги-6 сейчас очень много. И в мясе, и, например, в курице, рыбе и так далее. Раньше было там омега-3, а сейчас её просто очень много. И если у нас такой перекос в сторону омеги-6, в разы перекос, это обеспечивает воспалительный процесс в организме. То есть это не то воспаление, которое мы привыкли думать, например, обожглись, краснота, повышается температура или ещё что-то. Это системное воспаление, которое идёт на уровне клеток. Оно поддерживает такой тлеющий огонь в организме, и это вызывает различные заболевания. Мы об этом не задумываемся. У меня есть очень много пациентов, которые, например, вообще никак не могут снизить вес. И когда мы смотрим их жировую составляющую в рационе, у них очень много омеги-6. Это поддерживает системное воспаление и тем самым не даёт никак весу уйти. Потому что на системном воспалении очень у нас плохо работают и ферменты, и гормоны, и скорость жиросжигания, например, она снижается в разы. Также, например, очень много сейчас различных заболеваний, как там астма, например, хронические, лёгочные заболевания. Это тоже всё идёт от того, что у нас переизбыток омеги-6. У нас нет омеги-3, а она обеспечивает нам эластичность мембран клеток. И если у нас мембрана эластична, через неё всё хорошо проходит. Транспорт идёт, питательные вещества и так далее. То есть клетка здорова. Если мембрана, она начинает жёсткой такой быть, да, и если там перебор вот этой омеги-6, например, или трансжиров, например, в организме, то мембрана, она становится очень твёрдой, неэластичной, и транспорт клетки уже нарушается. А нехватка любой омеги – это какие последствия для организма, если бы мы решили продолжать отказываться от всех вообще жиров? Ну, последствия – это, опять же, иммунитет. То есть всё здоровье идёт от клетки. Если нет здоровья в клетке, соответственно, идёт нарушение иммунитета. Также риск сердечно-сосудистых заболеваний, различных там инсультов, инфарктов. Также идёт риск аллергических заболеваний, опять же, из-за того, что мембрана неэластичная. Ну, то есть если посмотреть все хронические заболевания, они идут последствием того, что у нас в тарелке. То есть будем думать о нашем здоровье сегодняшнем и будущем, будем ждать рапсовое масло в магазинах и дома? Да, а я призываю всех попробовать новый продукт и оценить его лично. Да, это Никита Молодкин, директор Лебяжского завода растительных масел, выпускает рапсовое масло. И у нас в эфире была специалист по питанию Наталья Сычева. Спасибо вам за беседу. Спасибо. Спасибо.